История семьи Овец началась в румынском селе, где в 1868 году родился необычный мальчик, которого назвали Самсоном или Шемшоном на еврейский лад. Его необычность проявилась в детстве, он не рос, и Лилипуту ничего не оставалось, как стать шутом на свадьбе. Шемшон дважды был женат, причем на женщинах нормального роста. Первая его супруга родила ему двух дочерей, Розику и Франческу, обе они были ростом в отца. Вторую супругу Шемшона звали Бася, от нее родилось еще восемь детей. Аврам, Фрейда, Микки, Элизабет, Перл были маленькими, а Сари, Лея и Арье ни друг отца не передался. В 46 лет Шемшон умер от пищевого отравления, оставив Бася десятерых детей. Судя по всему, Бася была умная и сильная женщина. Она придумала, как обеспечить нестандартных отпрысков профессий и отдала их в обучение клезмерам. Скрипка, виолончель, гитара, аккордеон, цимбалы и барабаны. Именно на этих инструментах учились играть младшие из семьи Овиц. Специально для маленьких музыкантов инструменты были уменьшены. Вскоре умерла и супруга Шемшона. Бася завещала детям оставаться вместе всю жизнь, что впоследствии их и спасло. Лишь один брат, который расстался с ними, погиб. В Европе карлики в основном выступали в качестве комиков и циркачей. Семейство Овиц заняли свободную нишу, став настоящим музыкальным коллективом под названием Труппа Лилипута. В 1930-х, в 1940-х годах они гастролировали по Румынии, Венгрии, Чехословакии и пользовались огромной популярностью. Пели на идише, венгерском, румынском, немецком и даже русском языке. Между гастролями они проживали с супругами в одном доме, выполняя наказ матери не разлучаться. Каждый раз, когда кто-то женился или выходил замуж, супруг начинал жить с ними, помогая маленькому музыкальному коллективу. У семьи даже был собственный автомобиль. Это было большой редкостью по тем временам. Когда в сентябре 1940 года Северная Трансильвания отошла к Венгрии, союзница нацистской Германии, на ее территории вступили в действие новые расовые законы. Евреям запрещалось выступать перед неевреями. Однако семье Овиц удалось получить документы, где не упоминалось их происхождение. Так продолжалось до весны 1944 года, но когда Венгрию оккупировали нацисты, тайна открылась. Выступать им запретили, а на одежде маленьких музыкантов появились желтые звезды. 15 апреля их в числе других еврейских семей немцы собрали в синагоге для дальнейшей транспортировки в лагерь. Но семье Овиц вновь улыбнулась удача. Их увидел немецкий офицер, который переселил семью в свою квартиру и в последующие вечера заставлял развлекать своих сослуживцев. Но в мае этого же года офицера перевели другой город, а семью Овиц он передал властям и их ждал освенцам. Как правило, по прибытии в лагерь шансы выжить были лишь у узников, годных к принудительным работам. Семья Овиц, разумеется, не подходила для изнурительного и тяжелого труда. Однако уже на платформе семья привлекла внимание работников лагеря и о них сообщили доктору Йозефу Менгеле, который интересовался различными наследственными отпонениями. Менгеле потребовал не отправлять семью в газовые камеры, но в общем хаосе и неразберихе семейство Овиц все-таки туда попали. Голыми, как и остальных узников, их загнали в душегубку. Из воспоминания Перл об освенцами. Когда металлическая дверь тяжело захлопнулась за нами, начало пахнуть газом. Но внезапно мы услышали крики «Карлики! Где мои карлики?» Мы были освобождены, но не знали, что впереди нас ждет еще больший ужас. Доктор Менгеле поселил Овиц отдельно от остальных узников и освободил их от работ. Немецкий врач заинтересовался фактом наличия в семье как карликов, так и людей с нормальным ростом. В процессе разделения к семье Овиц присоединилась семья Шламовиц, которая назвалась их родственниками, и Менгеле всех их перевел в свой человеческий виварий. Для наблюдения над карликами доктор смерть устроил в лагере специальный квартал. После того, как он увидел, что семья слабеет от обычного лагерного питания, он создал для нее несколько лучшие условия, чем для остальных узников, а также позволил семье Овиц оставаться в своей одежде и не сбривать волосы. Членов семьи более высокого роста он заставлял носить карликов на эксперименты. Овиц, как и многие другие заключенные лагеря подвергались различным опытам. Сотрудники Менгеля брали у них в большом количестве кровь на анализы, извлекали костный мозг, вырывали зубы и волосы в поисках признаков наследственных заболеваний. Подвергали радиоактивному облучению, вводили бактерии, лили горячую и холодную воду им в уши и закапывали капли в глаза, ослепляющие их на полдня. Судя по воспоминаниям самих Овиц, Менгеле к ним привязался. Впрочем, это не мешало ему обходиться с членами семьи, как с животными. Однажды он приказал им раздеться до гола на сцене перед аудиторией, которой он читал лекцию о своих опытах. В другой раз он решил снять о них фильм для развлечения фюрера. Овиц должны были смешить доктора и петь немецкие песни по его заказу. Менгеле называл их по именам семерых гномов из диснеевского мультфильма. Когда Менгеле перевели из Освенцима, началось массовое уничтожение людей, и семейство Овиц почти смирилось, что им всем суждено умереть. Но вышло все иначе. В январе 1945 года концлагерь был освобожден, и что было совершенно удивительно, семейство Овиц дожило до этого дня в полном составе. Это стало своеобразным рекордом. 12 членов одной семьи, младшему из которых было 15 месяцев, а старшему 58 лет, пережили освенцам. Какое-то время их продержали в советском лагере беженцев, а потом отпустили. Семь месяцев семья Овиц шла пешком до родного села. Найдя свой дом разграбленным, они сперва перебрались в село Сигет, а затем, получив бельгийскую визу, поселились в Антверспене. Гастролировать в послевоенной Европе было сложно, и в мае 1949 года семья переехала в Израиль. Поселившись в Хайфе, труппа снова начала концертную деятельность, пользуясь успехом и собирая большие залы. При этом коллектив сменил программу. Вместо песен на иностранных языках семья Овиц играли одноактные пьесы из жизни. В 1955 году они оставили сцену и приобрели два кинотеатра и кафе. Однако годы лагерной жизни и чудовищные эксперименты нацистских палачей подорвали здоровье всех членов семьи. С начала 1970-х годов они стали один за другим уходить из жизни. Последней, в 2001 году, умерла Перла, самая младшая из сестер. Все они похоронены на одном семейном участке кладбища. Незадолго до смерти Перла как-то сказала в одном из интервью. Мы были единственной семьей, которая вышла из лагеря смерти целой и невредимой. Если бы я была обычной еврейской девочкой, ростом метр семьдесят, меня бы отправили в газовую камеру, как сотни тысяч других евреев. Поэтому на вопрос, почему я родилась карлицей, я бы ответила, что видимо, мое уродство было для Всевышнего единственным способом сохранить мне жизнь. В душе мы были великанами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова